Сообщения о показательных казнях приходят из всех городов, захваченных террористами. Совсем недавно такая опасность грозила и Хомсу, который имеет важное стратегическое значение. Благодаря ударам нашей авиации экстремистов удалось отбросить на десятки километров. Сегодня тысячи студентов местного университета собрались на митинг, чтобы сказать спасибо России, которая спасла Хомс от узуверов и убийц. Репортаж Михаила Кинченко. После окончания занятий студенты университета в Хомсе не спешат расходиться по домам, а собираются вместе на главной площади учебного городка. Весть о том, что в университет приехали российские журналисты, мгновенно облетела вся аудитория, и молодые люди буквально выстраиваются в очередь у телекамер, чтобы передать шукран, то есть спасибо, летчикам воздушно-космических сил России. Мы, студенты, хотим поблагодарить Россию за поддержку нашей борьбы. Вы нас поддержали, вы нам помогаете, спасибо вам большое. Университет БААС в Хомсе, один из крупнейших в стране, 20 факультетов, около 100 тысяч студентов. Занятия здесь не прекращались даже в самые тяжелые дни конфликта, когда уже практически весь город был под контролем боевиков, а позиции террористической группировки Джабхат-Ан-Нусра находились буквально в 100 метрах от учебных корпусов. Еще в прошлом году студентам нередко приходилось откладывать в сторону конспекты и самим брать автоматы, чтобы защитить родной вуз. Добровольцы вставали в один строй с бойцами сирийской армии. Обстреливать университет боевики предпочитали обычно с утра, в то самое время, когда и начинались лекции. Была моя смена, ракета прилетела с этой стороны, еще одна ракета ударила буквально в двух метрах, третья чуть дальше, было много осколков, одним мне выбило глаз. Более 30 студентов погибли, около сотни были ранены, защищая свой город. О Хомсе часто говорят, это ключ ко всей Сирии. Важнейший транспортный узел, где сходятся крупнейшие автомагистрали, по которым можно довольно быстро добраться до любой части страны. Три года, почти с самого начала вооруженного конфликта, здесь хозяйничали около десятка различных террористических группировок. Было очень страшно, всякие снайперы были, ракеты ужасные были. Всем страшно было, но сейчас легче. Сегодня студенты понемногу отвыкают от постоянного ощущения опасности. Год назад бандитов удалось выбить из жилых кварталов на окраины, откуда они до недавнего времени, впрочем, предпринимали новые попытки отвоевать Хомс. Лишь за последние полтора месяца при помощи российской авиации боевиков удалось отбросить достаточно далеко. До ближайших позиций запрещенной в России группировки «Исламское государство» сейчас не меньше 20 километров. Мы собрались здесь сегодня, чтобы от всего сердца сказать спасибо России за ее историческую позицию, за то, что она встала на сторону правды и защищает не только Сирию, но и международное право. Мы вместе боремся против терроризма, и мир должен встать на нашу сторону. Сейчас вместе с правительственными войсками в городе находится и так называемая «Свободная сирийская армия», которая остается в оппозиции действующему президенту страны. Именно здесь, в Хомсе, удалось впервые с начала конфликта договориться не только о прекращении огня между политическими противниками, но и о совместных действиях против террористов. Здесь говорят, что не хотят больше решать будущее страны силой оружия. Михаил Лакинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Юлия Ходорова. Первый канал. Сирия.